Ребята, всем привет! На дворе 25 сентября, выдалось несколько денечков бабьего лета. Уже через месяц настанет золотая пора первого льда, любимое время рыбалки на безмотылку. Ну а пока что езжу вот по плавочкам, по разным надоемам, ну и ловлю рыбку в свое удовольствие. Сегодня я решил посетить реку, попробуем половить плотву, попробуем половить подлещика, может быть придет какой-нибудь ясь, посмотрим, половим. Еду сейчас по грунтовочке, достаточно хорошо так потряхивает, ехать мне еще, наверное, километров 15-16, ну и там уже потихонечку будем съезжать к реке. В общем, везде все занято, люди приехали, отдыхают, выпивают, кто-то даже забрасывает удочки. В общем, места особо нету, но нашел вот небольшую такую укромную заводенку, вот такую вот. Там вот идет главная струя, здесь небольшой такой приямочек и чуть-чуть крутит, ну и периодически на поверхности воды возникают круги, то есть рыбка здесь какая-то крутится. Ну, собственно говоря, сейчас будем тут размещаться, ставить рогульку, делать первый закорм и начинать кого-то ловить. Поговорил сейчас с мужиком, который сидел тоже на речке тут вниз по течению буквально метров 500. Ну вот он с утра закинул 4 донки и поймал 5 ершей. Была, говорит, одна поклевка лещевая и на этом, говорит, все. Короче говоря, если верить этому рыбаку, то ситуация печальная, но, однако, речка красивая, здесь укромная, тихая заводь, ветра нету, сейчас закинем улочку и будем сидеть и кайфовать. Я так-то вообще после работы еду на рыбалку, ну вот, после суток, так что даже не успел переодеться, похватал рюкзаки и быстрее-быстрее на речку. Вот, все переоделось и начнем рыбалить. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот такое вот местечко. Я сейчас, наверное, возьму самую большую из своих удочек, это Хиробуновское удилище длиной 6,3 метра и буду закидывать на кромочку, получается, течение и вот это вот обратки. Надо будет также замешать прикорм, закормить немножко это дело все и ждать подхода рыбы. Понятия не имея, будет ли нам сегодня мешать это плавающее на поверхности водориства, но надеюсь, что все обойдется и будем ловить комфортно. С собой я вожу три удочки. Это Хиробуновское удилище длиной 5,40, очень легкое. Тоже 5,40 длиной потяжелее. И карповое удилище с Хиробуновской длиной 6,3 метра. Вот на него и будем рыбачить. Такое достаточно легкое, красивое удилище. Покупал я его в прошлый год, осенью. Обошлось оно мне в 3600 рублей, заказыванное в Алиэкспресс. Если не забуду, оставлю ссылку, если кому-нибудь придемется вот такая вот удочка. Она, кстати, у меня фигурирует в большинстве видосов по покловочной рыбалке на Хиробуне. Вот потому что она достаточно жесткая по строю и приемлемая для нашей рыбы. Парковал я на нее карасей достаточно хороших, подлещиков. Ну, вообще без проблем. Удочка нравится. Буду как бы на следующий год, наверное, заказывать еще длиной 7,2 и 4 метра. Ну, это как бы в планах. Посмотрим, какие у дедища выберу. Ну, потом поделюсь с вами. Ловить сегодня буду на оснастку со дна. Потому что здесь скрыт и твердит. И я хочу, чтобы у меня поплавок что-то стоял в одном месте, закормленным. Вот поэтому сейчас буду на эту удочку ставить оснастку для лови со дна. И большой поплавок. Большой поплавок с бабушками. Вот такие вот бабушки. Их очень хорошо видно. Ну и в целом поклевку прозевать практически невозможно, когда такие вот бабушки есть у вас на поклавке. Поклевки в основном все будут на подъем. То есть антену будет приподнимать. Поплавочек тут крепится очень просто. Вот на такой вот коннектор. Так вот вставляется и все. Он никуда не денется. Поплавок легкий. Всего, чтобы выдернуть из этого крепления, это надо очень сильно постараться. Оснастка с подпаском, с двумя крючками. Крючки достаточно большие. Ну, как бы за расчетом вещей на хорошую рыбу. Посмотрим, кто будет делать. Первым делом надо промерить для длинности рыбалки. Делать я это буду очень просто. На крючки сейчас подсажу вот такой колчуковый шарик. И мы все это дело закинем. Глубину промерил. Глубина порядка трех метров. Приличная такая глубина. Ну, не знаю, будем сидеть тихо. Будем надеяться на то, что плещ подойдет, проклинется. Сейчас уже буду замешивать прикормочку. Замешивать тесто для рыбалки. И уже начинать ловить будем. Прикормку сейчас замешаю двух типов. Одну универсальную. И одну с запахом мотыля. Потому что осень, наверное, рыбе хочется мяса. Ну, по крайней мере, я так думаю. Вот так вот сначала перемешиваю все это дело. По-сухому. Добавляю потом сюда немножко воды. Так же размешиваю и жду, пока прикормка напьется у воды. Она набухнет. Будет такая липкая, клейкая. И будет хорошо опускаться на дно. Глубина 3 метра. Присутствует тяга. Так что прикормочку надо сделать достаточно тяжелой. И будет больше. До встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. По-су-любл기. Добавляю. Добавляю. Представляю. Добавляю. 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 в общем просидел я тут уже четыре с половиной часа увидел две невнятные поклевки такие прям чуть-чуть на пол деления и на этом все рыбка здесь так и не начала плескаться видно стоит плавать какая-то мелочь но к сожалению ни подлещика не сорожки нет вот время сейчас пол пятого мне осталось буквально несколько часов времени которые я бы не хотел тратить на лицезрение неподвижного поплавка поэтому я сейчас по быстренькому смотаю манатки и рвану на другое место и там попробую половить еще немного подлещиков у меня есть собой светящиеся поплавки так что может быть мы сегодня задержимся и до глубокой ночи если будет плевать так что все же по быстренькому сматываюсь педаль в пол и погнал места которым я говорил вот она за моей спиной опять приехал я под мост рыбка тут уже плещется я уже посмотрел так что сейчас будем обустраиваться и начнем ловить видео Субтитры сделал DimaTorzok Тесто у меня осталось еще, я его не стал выкидывать Нормальное тесто, намешаем на хорошее Тут вовсе уплечется подлечик Представление какое-то у него тут морода никого Надеюсь, что мы сегодня будем одни Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну давай Пошарушка Работаю еще с двумя крючками Один крючок побольше Другой крючок поменьше Соответственно Побольше кусочек теста И поменьше Пока клеет билет Сорожка И я думаю скоро Начнет клевать Хорошая поклевка Хорошая осторожка Ну-ка Писал Кастрюлю Пgar from the夠 Жидко Сразу Виктор Снежные Снежные Старая Снежные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Огонь! Рыба! Рыба-огонь! Пускай поднимает! Сорожка! Классная, кстати, сорожка приедет! Она не крупная, не мелкая... Такая... средненькая... Но приятно... По губам! В общем, подлещик ушел с тяги... Сейчас стоит на ямке... Но там он чуть-чуть пониже... Так что я, наверное, сейчас перебегу... Пока еще светло... И обоснусь там уже на стоячей воде... Сейчас накинем корма на поплавок... Несколько шариков... Я закинул поплавок, кстати... И поплавок движется постоянно... Такая струба... Ходит рядом с консультантом... Наша задача... Я сейчас прям... Точечно поставлю... Начнем лазить... Все, я еще вышел... В общем, ребята... Произошел косяк... И сейчас я... Фонариком линзой... Свечу на свой... Обычный поплавок... Фонарь у меня на голове закреплен... А батарейки... От... Поплавков... Я посел где-то в машине... И не могу найти... Вот такая вот оказия со мной приключилась... Так что сейчас буду пока сидеть... С фонариком... Пока он у меня... Горит... Ну, в принципе, поплавок... Видно... Единственное, что я боюсь, что будет меньше поклевок... Ну, будем пока так пробовать рыбачить... Ну, будем пока так пробовать рыбачить... Что поделать... Вот, трудность возникла неожиданно... Вот... Ну... Вроде как бы... Вроде как бы... Есть какие-то шевеленки даже... Может быть, на самом деле, рыба не сильно боится... Я вот фонарик расположил... Так что он светит вдоль воды... Может, все-таки... Будет вероятность... Поимки... Сегодня... Ну, поклевочка происходит... Давай-давай-давай... Давай-давай... Давай-давай... Вот... Молодец... Есть... Ну, вот, наконец-то... Клюнуло... Вот... Вот... Ура, товарищи... Ура... Ну, поклевочка... Что-то притепило и бросило... Я уже готов за лудочку схватиться... Ну, давай-давай, еще... Зажевывает, видимо... Жуй... Вот... Молодец... Давай-давай-давай... Давай, еще... Подымай-подымай-подымай... Ну... Ну, давай... Давай, зажевывай... Молодец-молодец... Эя поклевка красивая... Вообще-то... Ну, это, скорее всего, сорожка... Ну, давай... Все, должны поднять... Давай-давай-давай... Еее... Подвисла... Подвисла... Где подлещик-то? Тетя мотит... Давай, зови... Ну, туда и на сюда... В общем, ребят, вся рыбалка пошла не по плану... Сейчас начинает холодать... Начал дуть ветер... Достаточно сильный... Поклевки рыбы прекратились вообще... Всплески рыбы прекратились... Короче, вообще какой-то глушняк настал... Пришли сумерки... И поклевки постепенно сошли на нет... Рыба перестала плескаться совсем... Короче говоря, надо было ехать сюда сразу же... И ловить свое удовольствие... Вот это была бы рыбалка... Но, тем не менее... Хотя бы что-то я сегодня поймал... Короче говоря, всем не хвастанье чешуи... Берегите себя... Крепкого вам здоровья... Увидимся в следующих видосах... А у меня на этом все... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok...